хей ой с вами шмики мы продолжаем пройдите ру под названием assassin's creed хронологи с китай так что нам нужно вообще собрать 11 осколков 2 сундука сундуки мы будем по-любому собирать осколки ваннимусы я не думаю что они мне так уж нужны башня башня я уничтожу видел шпина короче я понял я понял вот это имелось ввиду под названием слов это пройдет и 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 плевать просто идите дальше короче первые пролезаем 2 пролезаем а жили а и и и и и и и и все досвидос идиоты ну ладно я идиот серьезно мне обязательно ну ладно Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И то радует. Вейбин мертв. Надо надеться с сыном. Понял. Река Цзинь. Река Цзиньцяна находится в южной части провинции Фуцяни и протекает через город Нянянь. Ее протяженность составляет 180 километров, а уровень воды может значительно меняться в течение года из-за дождей. Свиток Одиннадцатый. Свиток Одиннадцатый. И так отсутствовал и поэтому дворец сохранялся не так тщательно. Шай Динь нашла Джан и с удивлением обнаружила, что ее подруга решила остаться, даже несмотря на то, что новый император был жестоким само дуром. чан понравилось ему теперь она императрица консорта она попросила подругу оставить ее в покое и не хотела мне ничего лишь слышать о том что там плееры контролирует тигров тигров они говоря уже о человеке которому хотел хотела ничего слышать и контролировать тигров они ушли человека который хотела видеть своим мужем что один смиралась с решением джанна она еще понимала как важно было для нее самой карьера при дворе после этого шао джин покинула запертый запретный город почему пассейн запертый 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 это запретный запретный город как ей тогда казалось навсегда после этого шао джин покинула запретный город как ей тогда казалось навсегда уступаем я там еще до что получил по данным руководством так патроны на другой стороне уже что-то интересное будет особенно на крыше особенно на крыше так пока не не смотрят тут где я хожу аначе все нормально мост под надежной охраной нужно чем-то отвлечь внимание нахера залазим пробегаем взрывчатка то что мне нужно мешкать нельзя или я тоже встречу на воздух ту 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 куда блять сука ну и тупая ну и тупая я нашел контур пушать и shift мост под надежной охраной нужно чем-то отвлечь внимание я башню сначала уничтожил этим как раз и отвлеку взрывчатка то что мне нужно мешкать нельзя или я тоже встречу на воздух так подожди а я все собрал значит нормально меня шепот не ублечь горит прекратите это безумие прекратите это безумие мне наверх потом нужно все равно залезть с какой стороны смогу это сделать офиг его честно фиг знает с какой стороны мне это делать и чего Оу, неплохо. Оу, неплохо. Оу, неплохо. Оу, неплохо. Документики. Тигры закончили охоту на ассинов и занялись поисками древних артефактов, а также укреплением своих позиций в Китае. Блин, жалко все равно, что я одну синхронику потерял. Хотя, по факту это я могу за ней вернуться. Давайте я вернусь и продолжим. А тут, оказывается, был проход наверх. Да и все. Так, забирай синхронку и возвращайся оттуда, где я остановился. Так, все, вот здесь мы с вами остановились. Здесь есть еще проход? Я могу вообще по низу пойти. А какая у меня цель? Башню мы уничтожили, поэтому плевать. Тут же корабль был. Ладно. Значит, уже корабля нет. Я потом. Окей. Прикоскок, хоп, 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 хоп. Смысла туда нету, опа, что за преграда такая, хм, ну ладненько. Чуть нас страшненько не выпрыгнул. Чуть нас страшненько не выпрыгнул. Плохо-плохо-плохо-плохо. Плохо-плохо-плохо-плохо. Ладно, давайте пускай они меня еще убьют. так будет немножечко быстрее когда я говорю быстрее то внутри быстрее будет я с трупами буду окей тихо не посрать это же да здесь ассасины не только но хотя во всех частях ассасина мы не можем мирных людей трогать наташни мирные жители ли так и плюс это еще все место под охраной мне на чертах надо забраться есть она дальше а тут успел прыгнуть а может я могу просто прыгнуться да и все почему я просто тут спрыгнуть не мог а а а а Продолжение следует... 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 от этих опа это плохо на всякий случай wait what seriously скрутить от атаки и хотя просто мог наверно залезть и и того вопроса раньше времени власть дай все тихо 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 они даже трупов не видят отвернись твари что дальше учитель простите я не успела надо было действовать быстрее я могла остановить джан юна я могла защитить шкатулку какой прок вместе если я теряю тех кто мне дорог я могла бы спасти вас максимальный счет 1400 бронза чем бронзу одна бронза от 3 золота ускоренный взлом прокачался прокачался у нас я родилась в рабстве одна из множества наложниц благодаря братству я узнала что такое свобода поняла что у меня есть будущее теперь пришел мой черед дать надежду тем кто забыл о ней когда джан юн и цу дзюй будут мертвы когда шкатулка окажется у меня я займусь этим я вернулась к тому с чего начала моё прошлое станет залогом моего будущего моя подруга такая же наложница как и я теперь стала императрицей и она рискует своей жизнью чтобы помочь мне она знает где искать джан юна но я боюсь что ей грозит опасность если тамплиеры заподозрят что наложницы помогают мне они убьют всех не моргнув глазом старый друг 1530 год за запретный город до запреты запретный голод голод поехал пошло шао дзюнь возвращается в запретный город место которое она когда-то называла своим домом императрица с которой она дружила еще в те времена когда они обе были наложницами попросила и о встрече чтобы встретиться с ней шаги нужно пробраться в крепость тигров так база данных людям так император ченды император дженды 1491 1521 год 10 император династии мин правил в китае с 1505 по 1521 год он стал первым китайским правителем ставшим раз влечить так ставшим развлечением превыше государственных дел он проделал много время за пределами заперт запретного города интересовался экзотическими животными много пил и проводил время с жрицами любви своих противников император джен без колебаний приговорил к мучительной смерти в запретном городе император любил проводить время с шао дюнь наслаждаясь грацией и изящества и юной наложницы ему нравилось отправлять ее шпионить за своими поданными и она дорожила ей словно любимым домашним питомцем однажды император дженды узнал что продав продажные евнух людей лидер тигров используют свою власть в личных интересах да еще и крадет деньги из налоговой казни джен и приказал казнить людзи позднее император отправился на север во время в в главе армии не во главе армии необходимо было положить конец набега манхолов на земли китая в честь его спутников были и шао дюнь в этом походе она разделила постель с императором и джен и сделал шао дюнь императорской консортом это давало ей на надежду однажды стать императрицей возможно так бы и случилось или если бы император не умер в возрасте 30 лет лед 30 лет император джазин император джазин 1507 1567 год была на 11 императором династии мин и правил в китае с 1521 по 1567 год он был двоюродным братом императора дженды который умер не оставив наследника в соответствии с порядком приз пристало наследие дяди на не должен был здесь на трон однако ему удалось получить и власть благодаря политическому заговору орган организованной тиграми во главе с джан юном человеком связанным с тамплиерами подавшись их влиянию дяди нарушил дядь дин нарушил правила пристало наследования вызвав первый крупный кризис власти в китае в то время лишь прямой потоком император мог стать прямом потоком император мог стать и наследником престола и потому джедзин должен был доказать что он является продолжительной династией для этого он заявил что его отец был назначен новым императором посмертно так началось время времена установления новых прятков в этот период многие политические оппоненты нового императора впали в немилость или даже были казнены жестокие и эгоэсцентричный император дзят син отказался жить в запрятном городе и не интересовался государственными делами поручив разбираться с ними своим представителем одним из таких представителей стал ян сун который подчинился тиграм а значит и тамплиерам дзин приговорил к казни линчи многих своих наложниц обвиняя их в покушении на свою жизнь он правил 45 лет и второй по длительности срок старствования за время правления династии мин и умер в 1567 году предположительно был отравлен собственным сыном дзин вэй дзин вэй тайная служба существовавшая во времени правления династии мин члены этой организации занимались охраной императора и получили приказы не доп непосредственно от него они могли арестовать осудить и предать казни любого кто посчитает виновным позднее дзин вэй стала выполнять распоряжение евнухов я уже просто заебался читать и играть очень долго запретный город запретный город дворцовый комплекс в пекине здесь жили китайские императоры династии мин и цинь в настоящий момент в запретном городе располагается два дворцовый музей крепкие стены надежно защищали императора его семью и наложниц а также правительство страны пока бесчисленные наложницы охраняли евнухи кроме них в этой части дворца мог находиться только император дворцовый комплекс был построен в 15 веке он состоит из 980 зданий каждый из которых является образчиком классической китайской архитектуры и охранялись юн юнеско так огромное прямоугольное строение возвышается в центре столицы и согласно легендам содержит 999 комнат 9999 комнат это число как и название многих строений запретного города имеет символическое значение по углам дворцового комплекса расположены 4 гигантские башни а внутри можно попасть воспользоваться одним из четырех ворот главным входом запретной горы считается полуденный врата в который можно пройти с площади Таньян и Вненем отсюда можно попасть в самое сердце города миновав несколько площадей и ворота если вы пересечете первую площадь и перейдете через не безызвестные ворота верховной гармонии то увидите и ворота небесной чистоты которые ведут во внутренний двор находящийся под неустанным надзором стража архитектора запрещенного города наложено духом символизма который находится отражением в архитектурных элементах цветовом исполнении и даже в названии элементов дворцового комплекса все что у нас 2м 16 два сундука спасти наложниц и на этом мы с вами заканчиваем поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем что еще что-то дали ух тыщ, ё-моё императрица Чан у императора дядина было 4 сын жены императрица Чан 1459 1524 год стал второй его супругой она выросла в запретном городе вместе с другими наложницами и были близки подругами Шао Дзинь девочки постоянно боролись за внимание джэн но Шао Дзинь будучи талантливой танцовщицей всегда опережала свою соперницу Чан ничего не смогла ей противопоставить поскольку следующее это традициями следует традициям беттовала ноги и потом не могла танцевать как и Шао Дзинь Джан был одной из многих императорских наложниц но ситуация изменилась когда император умер и к власти пришел Цзэдзин несмотря на жест жестокость нового правителя джэн осталось с ним и стал император императрицей консортом а затем в 1528 году императрицей она не принесла императору наследника и всего через шесть лет потеряла свой статус из-за постоянных конфликтов с мужем надеюсь это все поэтому я говорю последнее слово и это ребята пока пока